Приветствую всех любителей бокса. Только что закончился главный поединок, состоявшийся в Нью-Йорк-Сити на арене Хула-Серче, где чемпион мира по версии WBC и IBF по тяжелым весам Артур Беттербиев техническим нокаутом во второй раунде. Побеждает чемпионы мира по версии WBO Джо Смита и таким образом становится обладателем всех трех чемпионских поясов. Если говорить о поединке, то интрига была где-то целых секунд, может быть 40, когда Джо Смит абсолютно безответственно, я считаю, полез вперед, преследуя джебом и последующими ударами Беттербиева по всему периметру ринга. Впрочем, Артур сам великолепно отрабатывал на ногах, не давая Смиту, во-первых, зацепиться за себя, но, а если Смит и прижимал его канатом, то Беттербиев очень хорошо отрабатывал двойным блоком. Когда, в общем, наглость Смита превысила для Беттербиева допустимую планку, то Беттербиев начал отвечать очень жестко из-под блока и встречными ударами, и перехватывая в атаку, при этом его удары были куда более акцентированные и более мощными. В конце второй минуты первого раунда Беттербиев разразился таким спортом. Благо, для Смита удары не были акцентированными, но они вскользь приходили по голове, причем это были боковые удары, апперкоты, такой неплохой спорт. И, оторвавшись от Беттербиева, Джо Смит не удержался на ногах и опустился на колено рефери. Харви Ток посчитал, что нокдауна не было, хотя там, на мой взгляд, просто чистейший нокдаун. Большое количество ударов, и боксер, оказавшись в состоянии легкого гроги, опускается на канвас. Что это, если не нокдаун? Впрочем, за 8 секунд Беттербиев после продолжения боя, естественно, начал идти на Смита, который офигевший, просто офигевший, с глазами, извините уже за такое выражение, усравшегося лебедя, пытался и отступать, и как-то противостоять. Но правый боковой за 8 секунд до гонга бросает Смита на канвас, и тут Харви Ток уже отчитал нокдаун. Ну, а мы все поняли, что Смит проиграет. И проиграет, если не во втором, то в третьем, ну, до экватора точно. Ну, в общем, потребовался второй раунд. Смит дважды оказывается на канвасе, пропуская правое, точнее, один раз оказывается на канвасе, пропустив правый боковой. Ну, а потом, после продолжения боя, он пропускает несколько боковых и несколько апперкотов. Сначала правый, а потом левый. Его настолько, в общем, болтануло, он в полубессознательном состоянии отходит назад, и рефери уже останавливает поединок, понимая, что если Бетербиев продолжит атаку, то удары будут настолько мощными, настолько акцентированными, что Джо Смиту придется просто, ну, пипец, да, именно это слово. Таким образом, теперь Артур Бетербиев, как обладатель трех чемпионских поясов, будет защищать прежде всего титул чемпиона мира по версии WBO против официального претендента Энтони Ярда. Вот такой вот обзор, видео в первом прикрепленном комментарии, ну, а также в телеграм-канале The Ring Show. Спасибо за внимание, до новых встреч.